К диктатору небольшого государства наверняка тоже стоит быть прагматичным. По крайней мере, про Лукашенко тоже так говорят. Со слов вашего пресс-секретаря в то время, Антония Стерчилы, в 96-м году на встрече в Вискулях, когда было уже очевидно, что Польша идет в сторону интеграции с Европой, НАТО, Лукашенко, как это он и сейчас делает, якобы показывал вам карты, на которых были польские бронированные дивизии на границе с Белоруссией. И это был его аргумент за объединение с Россией. К сожалению, тут рассказ господина Стерчилы заканчивается. Был ли такой момент, и что вы ему ответили? Да, он представил такие доводы. Стоит вспомнить, что на дворе 96-й год. Путь в НАТО еще предстоит пройти, но направление выбрано. В Польше эти два направления, про НАТОвское и про Европейское, имели широкий консенсус. Я пришел после Валенсы, у нас сменялись правительства, но даже споров об этом не было. Возвращаясь к этому визиту, я пытался наладить некий диалог с Лукашенко. Это было очень сложной, а скорее невозможной задачей. Знаете, мы мало того, что тезки, так и родились в один год. Но оказалось, что у нас диаметрально отличается представление о политике, о потребностях наших стран. Эта разница заключается в том, что я после двух президентских сроков, согласно Конституции, являюсь бывшим президентом. А мой одногодка уже без малого 28 лет правит Белоруссию. И в этом вся разница. Это имел в виду и Байден в Варшаве, говоря о демократии и автократии. И к миру автократии принадлежат Путин и Лукашенко. Полтора года назад в интервью для русской службы Би-Би-Си вы говорили, что в случае встречи с господином Лукашенко могли бы лишь сказать ему, что его время прошло. Сегодня Лукашенко наверняка чувствует себя увереннее, чем в сентябре 2020 года. Встретите вы сегодня. Он бы услышал от вас что-то другое. Не сказал бы ничего другого. Я на самом деле в какой-то мере его цитировал. В каком-то из интервью он было говорил, что немного засиделся. Да, он часто такое говорил. Ну хорошо. Хотя, знаете, он ведь и сам мне такое говорил. Мы виделись последний раз на инаугурации Петра Порошенко в 2014 году. Сидели за одним столом. И он давай мне рассказывать. Слушай, меня это все уже достало. Я бы уже мог уйти. Ну таки давай, говорю ему. А он тогда то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что тот, его младший сын, не готов. Не знаю. Может, это действительно шутка такая. С тех пор прошло 8 лет, и эта шутка стала намного менее смешной. Да, все меньше и меньше юмора в этом. Он засиделся, и он представляет собой именно такой тип политика. Сегодня его ситуация и лучше, и хуже. Конечно, демонстраций нет, и ему может казаться, что что-то наладилось. Но он теперь в абсолютной зависимости от Москвы. А ведь все-таки в конце 90-х он пытался создать какую-то отдельность Беларуси от России. Конечно, это было намного проще делать с Ельциным, чем с Путиным. Теперь, после российской агрессии против Украины, после того, как Беларусь дала свою территорию для вторжения, его позиция — это позиция подчинения. Есть ли у Лукашенко шанс выскользнуть из этой ситуации? Если мы уже говорили о поражении России, то может ли Лукашенко не пойти на дно вместе с ней? К примеру, расскажет о том, что был зложником ситуации, как он удержал солдат в казармах. В конце концов, нога белорусского солдата не ступила на украинскую землю. Ну и очень хорошо, пусть он за это и цепляется. Очень хорошо, что белорусская армия не участвует в этой войне. Но выскользнуть ему не удастся, хоть он и будет стараться само собой. После победы демократии, победы Украины, Россия понесет наказание за свой империализм. Там начнутся какие-то изменения в самой России. Тогда свое слово может сказать и белорусский народ. Вы решите, пришло ли время перемен или нет. Я уверен, белорусский народ решит, что давно пора. Тяжело сравнить с чем-то апатию и разочарование, которые сегодня воцарились в Беларуси. Проще всего с военным положением в коммунистической Польше. Это у нас продолжается уже полтора года, а сейчас еще и российские войска в стране. Думаю, белорусам все только труднее представить себе, что возможно какие-то перемены. Что бы вы могли сказать моим соотечественникам? Да, я понимаю эту ситуацию. Это состояние и чувство поражения. Слишком много вещей произошло в слишком короткое время. И эти разогнанные демонстрации, репрессии, присутствие российских войск, теперь еще и война с близким соседом. Это все как минимум вгоняет в депрессию. Но нельзя терять надежду. Хорошо, что есть и что действуют белорусские лидеры. Я несколько раз видел госпожу Тихановскую. Она прекрасно выступала. Хорошо, что работает Белсад. Другие независимые СМИ пробиваются к белорусам. Уверен, что молодое поколение не разочаровалось в тех идеалах, за которыми выходила на протесты. Так как и нам после длительного периода польской депрессии, после военного положения удалось договориться между собой. Сесть за круглый стол, изменить политический строй, войти в НАТО и Евросоюз. Я уверен, что Беларусь еще не потеряна. Но я прекрасно понимаю и согласен с вами, что ситуация невероятно сложна, и это нужно выдержать.